Всем привет! Приближается Новый год и Рождество Христово, и поэтому немножко отойдем от нашего образовательного формата и поговорим о прогнозе на 2021 год. Для начала отметим, что уходящий 2020 был действительно тяжелым годом как для всех нас, так и для рынков. Так, в марте, когда коронавирус стал реальной проблемой, упали практически все виды активов, включая акции, облигации, а апрельские фьючерсы на нефть вообще продавались по отрицательным ценам. Вы можете увидеть это падение на графику практически всех индексов и ценных бумаг. Можно даже сказать, что оно было историческим и находится в виду самых крупных рыночных обвалов всех времен. Тем не менее, рынки восстановились. А российский индекс Мосбиржи в декабре вновь ставит рекорды. Цены на нефть уже не отрицательные, а находятся на вполне приемлемых для компании бюджета 50 долларов за баррель. Наш инвестиционный портфель не только на выходных уровнях, но и приносит за 2020 более 35%, хотя тоже обваливался в марте. Этот сложный 2020 должен нам показать прежде всего то, что не стоит бояться и преувеличивать сложности. Да, коронавирус оказался страшной болезнью, но мы из нее постепенно выходим. Уже есть вакцина, за которой последует еще несколько и в 2021 году влияние COVID-19 уже не будет столь значительным. Мы увидели обвал, восстановление и новые рекорды. И это прекрасный опыт для тех, кто не пробовал еще инвестировать в ценные бумаги. Это пример того, что любое падение для диверсифицированных портфелей недооцененных бумаг – это лишь временное явление. Ну а 2021 очевидно будет лучше уходящего года. Российский рубль является, наверное, самой недооцененной валютой в мире и с большой вероятностью будет расти. Почему? Потому что по всему миру государство печатает и печатает деньги. Все больше и больше средств будет приходить на российский рынок, где по-прежнему можно найти непрохие доходности. Так, 10-летние бумаги федерального займа сейчас дают около 6% годовых. Это очень много по сравнению с нулем, которые есть в западных странах. Поэтому в России будут падать кредитные ставки и расти облигации. Насчет акций всегда говорить довольно сложно. Я бы порекомендовал вам акции «Газпрома», а также нефтяных компаний «ХМАО», например, «Лукойла» или привилегированных «Сургутнефтегаза», по которым будет хороший дивиденд. В целом, желаю вам всего наилучшего, здоровья и успехов на рынке в 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин